В межрайонном специализированном суде по уголовным делам в понедельник продолжился процесс по делу о гибели 52 граждан Узбекистана, заживо сгоревших минувших зимой на трассе в Иргизском районе. Судебное разбирательство велось сразу на два зала при помощи онлайн режима. Ведь все родные погибших теперь находятся в Сарагашском районе Туркестанской области, а все подсудимые, водители автобуса являются жителями ЮКО. Троих водителей обвиняют в ненадлежащем использовании транспортного средства и нарушении правил дорожного движения. По обвинению Крыксбаева, Пернебекова, Танатова по части 3 ст. 292, части 4 ст. 345 УК Ресулия Казахстан, Пердебаева по части 4 ст. 348 Тлебаева Нарубика Абзатаровича по ст. 254, части 4 ст. 348 УК Ресулия Казахстан. В октябре провожали первую партию призывников. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, прошло на плацу городского управления по делам обороны, где собрались друзья и родные будущих солдат. 27 аксюбинцев в возрасте от 18 до 27 лет будут служить в пограничных войсках КНБ РК. Всего до конца года ряды вооруженных сил республики пополнят около тысячи призывников из нашего региона. Сейчас у нас начался осенний призыв 18-го года. По республике мы отправляем более тысячи человек с области Артюмельской области. Сейчас, сегодня первая отправка наша. Мы отобрали 27 призывников в городе Алматы, войсковой часть 2021. Это пограничная служба КНБ. Уже подготовили, провели все возможные комиссии, отбор. Все уже призывники готовы к отправке. Сегодня вечером 20.40 отправляется поездом Ахтубе-Алмата, 34-й поезд. В Ахтубе прошел региональный конкурс патриотической песни среди подразделений ДВД, ДУИС и ДЧС. В творческом состязании участвовали коллективы художественной самодеятельности подразделений Аксюбинской, Тераусской, Западно-Казахстанской и Мангостаусской областей. Цель конкурса – повышение культурного и духовного уровня, идеологического и патриотического воспитания сотрудников при общении к культуре, отражение дружбы и единства народов Казахстана. Участники состязались в эстрадном и вокально-инструментальном исполнении. Их выступление оценивало жюри, в состав которого вошли профессиональные актюбинские музыканты. Победители представят Ахтубе на республиканском этапе в Астане. День цифровизации местных исполнительных органов прошел в Актубе. Напомним, наш город является одним из пяти городов страны, в которых реализуется прорывной проект Smart City. Внедрение новейших технологий позволяет эффективно решать проблемы растущих городов и повышать их привлекательность для инвесторов. В городе уже действуют диспетчерские службы, Центр оперативного управления ДВД, Smart GKH, Геопортал, Народная канцелярия. Все эти службы являются составляющими проекта Smart City. К примеру, в пробном режиме к Центру энергоэффективности подключен один из домов жилого массива Каргала и микрорайон Нур-Ак-Тубе. Представители местных исполнительных органов своими достижениями делились со своими коллегами из Атерауза, Коума, Гастаусской областей. В целом, проект Smart City планируется реализовать до 2020 года в рамках цифрового Казахстана. По шести направлениям – безопасный город, умное жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицина, интеллектуальная транспортная система и электронный акимат. В октябре началась защита бизнес-проектов четвертого потока по программе «Бастал бизнес». Всего в потоке прошли обучение 493 слушателя курсов. На защиту проектов перед областной комиссией определено более 80 начинающих предпринимателей. На 2018 год запланировано обучение 2231 человека, из которых 446 человек получат поддержку по сопровождению проекта от финансирования до реализации проекта. В данное время обучено уже 4 потока в 12 районах Ак-Тубинской области. Порядка 81 из них сегодня готовят проекты и будут защищать их перед областной комиссией. В городе также планируется обучение шестым потоком. Обучение будет проводиться с 29 октября по 23 ноября. Юные инспекторы дорожного движения разъяснили акцию бизнесом правила перехода дороги. Акция «Безопасная школа» проходила на улице Исидбатыра, где учащиеся средней школы номер 30 раздавали прохожим брошюры по профилактике травматизма. Мероприятие организовано ТО «Арасан Актубей» заводским отделом полиции УВД города. Цель акции – привитие навыков ответственного и безопасного поведения на дороге. 15 октября в Актубе впервые пройдет вечер профессионального бокса. В ходе мероприятия состоятся 11 полноценных боев. В них примут участие 22 профессиональных боксера из Казахстана, России, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Белоруссии и Филиппин. О событии рассказали в инфоцентре облаке МАТА. По целью поддержки в регионе бокса, в том числе профессионального бокса, нами было принято решение провести данное мероприятие именно в городе Актубе, в адресе спорта «Холмс». Пройдут 11 встреч, из них два боя проведут наши местные ребята, актюбинские. Это у них практически дебют, можно сказать. В главном бою будет выступать Боборжан Мумунов, его соперник филиппинский спортсмен, у которого рекорд, насколько я помню, 13 боев, из них 8 он выигрывал нокаутом. Так что вечер бокса будет очень горячим, всех наших жителей приглашаем поучаствовать в этом мероприятии. Уровень газификации Актубинской области вырос с 60 до 88%. Компания «Кастрансгаз Аймак» в этом году газифицировала Уильский, Айтигебийский и Каргалинский районы. Кроме того, газ был проведен в населенные пункты Кабдинского, Мартухского и Алгинского района. Таких успехов удалось достичь, построив новую автоматическую газораспределительную станцию в районе Новоальджанского мелькомбината. В 2015 году были утверждены предельные уровни тарифов до конца 2020 года. Также была утверждена инвестиционная программа на сумму около 22 миллиарда тенге. За 2015 и 2017 года выполнены работы на общую сумму около 21 миллиарда тенге. В том числе это газификация трех районных центров. Поселки Уил, Иргинск, Комсомол, а также семи населенных пунктов. В Ак-Тубе продолжается охота на должников. Частные судебные исполнители совместно с сотрудниками ДПП проводят рейды на городских дорогах по неплательщикам штрафов в рамках акции Боржкер. В ходе акции с должников уже взыскано около 10 миллионов тенге. Постановление приходит от судебника-исполнителя и загружается база автоураган, и который вовремя не оплачивает, по номерам высвечивается, и кто сколько должен, по номерам выходит. И мы звоним каждому судебнику, по реестру выходит, допустим, Хунахпаев, Бирхкали, должен судебнику такому-то, и вызываем на месте, по постановлению выдворяем нашу спецстоянку. День открытых дверей организовали в Палате предпринимателей «Атамикен» две крупные компании, занятые в угольной и горно-рудной сферах промышленности. Участие в запланированной встрече приняли за Макима области Кайрат Бекенов, а также местные товаропроизводители продуктов питания, спецодежды, металлоизделий и других товаров. Мероприятие было направлено на создание диалоговой площадки между заказчиком и производителями с целью достижения договоренности по закупу продукции отечественного производства. Начинающим бизнесменам, по мнению организаторов, данная встреча даст возговор. Возможность заявить о себе, расширить рынки сбыта, а также подписать выгодные контракты. Такая работа проводится по распоряжению Акима области. Мы провели анализ. К сожалению, официальные данные надлога показывают, что ряд компаний сегодня снижает закуп местного содержания. Но на то есть и причины. Это определенная модернизация тех или иных компаний, приобретение оборудования, скажем, высокотехнологичных. Но вместе с тем, мы совместно с МПП и с нашей аналитической группой уходим глубже. И здесь будет выявлена объективная, не объективная картина. Чрезвычайное происшествие произошло 10 сентября на нефтебазе Синойл, промцлоне Актубе в районе Артукской трассы. Там взорвалась одна из емкостей с бензином. В результате трое рабочих, которые находились рядом на наливной площадке, получили ожоги. В каком они сейчас состоянии, рассказали врачи БСМП. Женщина 55 лет, у нее ожоги где-то 80-85% поверхности тела. А мужчина 40 лет, у него примерно 50-50% ожога поверхности тела. Состояние обоих, которое в реанимации находится, тяжелое. Вчера по линиям Саня Яджи приехал с Астаны специалист-комбустеолог. Согласовали диагноз, лечение. В данное время полноценное лечение оба пострадавших получают. Для оздоровления экологической ситуации в Актубе предпринимаются все меры. В частности, усилен контроль за предприятиями-загрязнителями. Об этом шла речь на брифинге экологов и представителей АО «Акбулак» в инфоцентре. Станции, они работают в системе онлайн и непосредственно люди, которые осуществляют контроль за работой, они, я думаю, исполняют свою работу исправно. Но в части того, что, может быть, дополнительно нужно устанавливать посты тому, что имеется, наверное, это вопрос уже другой. Поэтому, если что, вы можете делать запрос, мы будем тогда выходить на руководство КАЗ «Гидромета». Перевод более 700 учеников начальных классов 63-й и 64-й школ, расположенных в микрорайоне Батыс-2, в частную школу, просто необходим. Об этом сообщила главный педагог области Лиза Туразбаева. С ее слов, новые государственные школы в этом районе переполнены, поэтому в частных школах решено обучать детей по госзаказу. Родители к сложившейся ситуации просят отнестись с пониманием. Государство оплачивает 20 тысяч тенге. Почему начальные классы мы взяли? Мы хотим с 5-го класса здесь открыть гимназийские классы. Почему именно русские классы 64-й школы и 63-й школы? 63-я школа – чисто казахская школа. Оттуда мы переводим 300 детей. 64-я смешанная школа, оттуда переводим 40 детей. Около 900 детей будут там обучаться по душевому финансированию. В данный момент все родители должны понять, что это общая образовательная школа. Почему начальные классы? Потому что с 5-го класса мы хотим открыть гимназийские классы. Итоги форума первичных партийных организаций в Актюбе были подведены на пленарном заседании в здании Актюбинского филиала партии «Нуратан». В мероприятии принял участие Акимобласти Бердебек Сапарбаев, секретарь партии Тамара Дуйсенова, а также представители ППО Западного региона страны. Главной темой подведения итогов форума опять-таки стал проект «Концепции по активизации работы первых первичных организаций». Как заявили главные докладчики форума для активизации партийных ячеек, будут пересмотрены действующие и сформированы новые подходы и направления их деятельности. Также были подведены итоги обсуждения вопросов сотрудничества со сторонниками партии, формирования базы спикеров, оценки деятельности ППО, мотивации партийных организаций и актуализации нормативно-правовой базы «Концепции». Любовь к чтению книг прививает госслужащим. В местном филиале Академии госуправления при президенте в пятницу прошла встреча секретаря партии Нуратан Тамар Дуйсеновой с актюбинскими госслужащими. В рамках реализации программы «Рухани Жангару» был дан старт челленджу «Читай, совершенствуйся и делись». В рамках акции госслужащие будут обмениваться друг с другом книгами для прочтения. Основная цель акции – повышение интеллекта, самопознание госслужащих и освоение ими положительного опыта госуправления через чтение. Обмен опытом в работе с одаренными детьми состоялся между учителями области семинар-практикум на тему тенденций в развитии детей вундеркиндов прошел в Академии творчества. Мероприятие организовано Региональным научно-практическим центром дополнительного образования «Ктубе Дарын» и областным управлением образования. В городском центре технического творчества прошел день открытых дверей. Октябрьские школьники и их родители смогли прийти и ознакомиться с кружками центра, которых, к слову, больше 20 и все они бесплатные. Ребят тут обучают авиасуда и космическому моделированию, робототехнике, радиоспорту, техническому дизайну, квилингу, бисероплетению и многому другому. Мы принимаем детей с 1 по 11 класс. Занятия в наших кружках проводятся бесплатно. Занятия проводятся по 24 направлениям. У нас есть как техническое направление, так и прикладное. В техническое направление это картинг, авиамоделирование, судомоделирование. Есть лаборатория «Дошкалят» у нас. Есть у нас для девочек поделки из кожи. Есть квилинг и масса других кружков. Поэтому мы детей своих ждем к нам.